Салам алейкум. Сегодня можно констатировать, что был один из самых интересных матчей на сегодняшний день в чемпионате. Благодарен ребятам, сегодня они показали характер, выигрывали. Достаточно комфортный был счет, но, к сожалению, концовка была нервной. Поздравляю наших болельщиков, именно вот такие игры закаляют команду и делают ее сильнее. Еще раз огромное спасибо всем парням, они сделали максимум, чтобы команда двигалась вперед и чтобы команда набрала свои три очка и возглавила турнир на таблицу. Когда мы собираем, мы собираем и уходим, что они не получили, но они не получили. Они не получили, что они не получили. Скажется физически? Зачем она уходит? Угу. Зачем она уходит? Зачем она уходит? В итоге уходит у себя и не может быть. Никто не может быть, что она уходит в кухне. У нас есть много физически. Счет был комфортный, нам нужно было сегодня выиграть. Я хочу говорить о нашей победе. Что касается пенальти нашего рота, конечно, он, во-первых, гол нашего рота осложнил. Немного игру появилась нервозность в нашей игре. Естественно, что уже конкретно шло, все наши действия были направлены на то, чтобы сохранить победный счет. По поводу пенальти, наверное, есть определенные инстанции, которые должны посмотреть и разобрать. Я не хочу комментировать пенальти нашего рота. По поводу луткира Юсупа, он провоцировал на речку Сагдзяна, и зрители некрасиво приняли эти его провокации? Я не видел луткира, во-первых, в высшей степени дисциплинированный и профессионал. Я не верю, что он мог провоцировать болельщиков. Может, какие-то эмоциональные были крики, эмоции, не более того, но провоцировать болельщиков. Не забывайте, он вратарь национальной сборной. Эти же болельщики болеют за луткира, когда он защищает честь национальной сборной. Поэтому у него есть уважение ко всем болельщикам нашей страны. Но были эмоции, да, сложная игра, сложные три очка, которые позволили нашей команде возглавить турнирную таблицу. Наверное, с этим связаны эмоции Уткира. Что касается Руслан Бека, то мы получили свое распоряжение Руслан Бека. Во-первых, он болел, как я уже сказал на прошлой пресс-конференции. Плюс еще по причине как раз-таки в финале была произведена замена, это мышечные недомогания. Ей были проблемы, значит, у него спазмы и прочее. Поэтому мы решили не рисковать, дабы, чтобы эта травма не усугубилась. Ну, Джианов, повторяюсь, это игрок основного обойма, игрок основного состава. Мы рассчитываем на него в последующем. Сегодня, ну, просто игра так складывалась, мы не стали рисковать. Ну, мы приняли решение, почему именчанов, но, во-первых, он уже неоднократно. Выходил, молодой мальчик, он вымужает постепенно, приобретает необходимый опыт. Ну, и, во-вторых, мы видели, что соперник уже свалился на простой навал, и нам нужен был футболист, который может вверху бороться. Аминджанов как раз-таки и антропометрия, и сам неплохо борется вверху. Неплохо вышел, поборолся. Я думаю, что вот так вот такие игры будут его дальше мотивировать, чтобы он стал на самом деле профессионалом и достойным играть на в бахоре. Нет, конечно же нет. Во время наших игр меня вообще не интересует, кто как играет. Это первое. Второе. Хоть оно и дерби, но такая же команда, как и все остальные. Мы уже, если заметили, с начала сезона все команды по-особенному настраиваются на Новобахор. Поэтому у нас нет проходных игр. Дерби ли это будет, или простая игра с аутсайдером, как мы уже видели. Мы на все игры готовимся, настраиваемся, и не исключение игра следующего тура. Поэтому сегодня игра прошла. Первая мы проанализируем, в первую очередь, прошедшую игру, и будем готовить к следующей игре, учитывая все сильные и слабые стороны соперников.